Я здесь делаю глину, она состоит из 28 компонентов. В доме студии Юрия Новикова есть все для гончарного производства, начиная от главного материала глины, печей до красок, которыми расписывает свои работы художник-керамист. На счету Юрия Михайловича около 10 тысяч изделий, 1200 работ украшают стены студии. Другие представлены в коллекциях российских и зарубежных музеев, галереях и, конечно же, частных коллекциях, среди которых и всемирно известные персоны. Для них Юрий Новиков изготавливал разнообразные изразцовые камины. А это произведение искусства. Печь высотой 6 метров 2 сантиметра внесена в книгу рекордов Гиннеса и находится в студии автора. Художник-керамист постоянно работает над созданием новых шедевров. О, все нормально. И золото хорошо получалось. Эта партия уже расписана и прошла обжиг в печи. А это новая композиция на тему красоты нашего края. У Юрия Михайловича еще много задумок. Сейчас он работает над проектом «100 миниатюр». Где они будут выставлены, пока неизвестно. Но главное, говорит керамист, что он постоянно находится в работе. В свои 71 художник трудится, как пчела, и не считает себя пенсионером. Пенсии, как таковой, у нас нет никогда. Если ты пенсионер, значит, ты заканчиваешь свою творческую деятельность. Пока я жив, пока я двигаюсь, я буду работать. Ребята, шевелитесь. И все. Когда шевелишься, тогда есть смысл в жизни. Например, если не шевелишься, смысл жизни пропадает. Вот в чем дело. Это самое главное. И не пейте, не курите. Как вас рады видеть, Зоя Фадеевна. О важности движения говорит и заслуженная учителя России Зоя Фадеевна Стрелкова. Больше 50 лет она посвятила педагогической деятельности. Возглавляла 16-ю школу. Неоднократно избиралась в городское собрание. Шесть лет назад ушла на заслуженный отдых, но продолжает активно заниматься общественной жизнью и делится опытом с молодыми коллегами и поддерживает старших. Дома не сижу, просто так сложа руки. И первый год было скучновато, конечно. Мне не хватало детей, не хватало такой вот общественной работы. Я работала и общественной работой занималась. Но я продолжаю заниматься. Прежде всего, я большое внимание уделила учителям, которые старше меня. Вот четыре человека, неходячие. Значит, я как бы стараюсь их навещать в обязательном порядке. Не только навестить, значит, помогаю им. Теперь, значит, занимаюсь в доме у меня престарелые, тоже аптека, магазин. Ну и не бросаю школу. В канун Международного дня пожилого человека наши сочинские герои пожелали всем людям старшего поколения здоровья. Ведь именно от этого зависит их возможность вносить вклад в развитие и города, и страны в целом. В Сочи же таких активистов немало. Их на курорте помнят и всегда почитают. У людей серебряного возраста есть возможность принимать участие в разных событийных, спортивных и культурных мероприятиях. И уже пятый год власти города проводят декаду пожилых людей. С 1 по 10 октября на курорте в их честь проходит 70 мероприятий. Со вчерашнего дня уже началась интересная экскурсионная программа для пожилых людей Лазаревского района, когда представители туристического бизнеса приглашают пожилых людей в поездки в центр города Сочи, на олимпийские объекты. Кто-то поедет на Красную поляну и так далее. И много вот таких предложений, которые в этом году объединены в плане мероприятий нашей декады. Проходят на курорте и специализированные акции. В этом году по инициативе мэра пенсионеры смогли посетить зимний театр и увидеть спектакли театрального коллектива Свердловской мускомедии. Анатолий Пахомов и главы районов также проведут спецприемы для пожилых людей по программе активного долголетия. Кстати, в Сочи проживают 135 тысяч жителей пенсионного возраста.